Истерия вокруг импортозамещения в Арефии У нас мобилизационная экономика. Сколько у нас займет времени скопировать и начать производить эти запчасти? Бином Ньютона, что ли? Это сложнее, чем Посейдон? Это сложнее, чем ядерное оружие, запчасти для пульс-вакина? И вот задачка-неберучка. Как заместить то, чего в принципе нет? И найти то, не знаю что? Такое себе задание из русской народной сказки, в которой царь-дурак хочет погубить Федота Стрельца у Далого Молодца. Мы отлично знаем, чем закончилась сказка Леонида Филатова. Хватит делать дураков из российских мужиков. Фролл взял кол, Устин взял дрын, Игнат взял ухват, Егор взял топор и Сезапедотом к царевым воротам. Что произойдет в России в ближайшем будущем, пока вопрос. Видно только, что кремлевский монстр хочет любой ценой удержаться у власти. Сделано в России. АвтоВАЗ готовит специальные версии некоторых моделей ЛАДА, которые будут менее зависимы от импортных комплектующих. Антироссийская истерика, она дает, если я не знаю. А вот то, что происходит в загубленной им России уже сегодня, мы обязательно покажем. И посвятим сегодня наш выпуск великому российскому автопрому, которого нет. Да я даже не подходил к этому говну никогда в жизни. Я просто в прикол ее хочу купить, чтобы она у меня осталась как история автомобильного рынка России, потому что, на мой взгляд, ему конец. Блин, это страшно. Я просто в полной мере осознаю вообще, что происходит. Какое же убожество. И даже это убожество мы не можем собрать. А как же тогда быть с достижениями, о которых в РФ кричали чуть ли не из каждого утюга? Да. Начиная от Лады Калины, которая просто не заводилась. И багажник никак не реагировал на самого главного. Владимир Путин первым делом попытался открыть багажник, но тот почему-то заклинило. Завести машину с первого раза тоже не удалось. Заканчивая Аурусом, машиной люкс-класса, как было сказано, авто для самого президента. Заоблачная цена. Ее сравнивали с Роллс-Ройсом, пока блогеры до нее не добрались и не показали все в мельчайших подробностях. Мадын-Раш. То есть зеркало не открылись. С зазорами все то же самое. Смотрите. Бампер задний не совпадает деталь с крылом. Машина 800 километров. Хром уже под замену. Видите? Все, он уже цветет. Причем он цветет вообще везде, по всей машине. Качество покраски Аурус за 25 миллионов. Видите вот эти белые точки? Эта краска свисает. Так что плюс еще один автофейк на дорогах необъятный. По поводу того, что Аурус это полностью разработка, двигатель российская, ну как бы вот суть по этой надписи, ребят, я понимаю, что это скорее всего не так. Ну и вот тут вот бонус такой приятный, смотрите. Машины российского производства, в которых все отваливается еще на момент продажи, могут посоперничать в Кринже только с рекламой самих себя. А вы знаете, куда вы попали? Ну да. Это автоцентр ГАЗ. Это не автоцентр ГАЗ. Это автоцентр ГАЗ Луидор. Здравствуйте. Добрый день. Автомобиль выбираете? Ну да. А есть у вас что-нибудь поинтереснее? Конечно, есть. А дальше пристегните ремни. То, что вы увидите и услышите, сложно представить даже в самом ужасном сне. Ничего себе он не изменился, как так. Эти новые черты, совершенство признак. Да, действительно, он король в своем классе 8 и 7. Показатель допустимой полной массы. Асы, лихо маневрируя рулем. И 12 тонн ему будет нипочем. Сравнивать эту убогую рекламу с рекламой мировых автомобильных брендов даже не будем. Ведь сами авторы российского контента утверждают, что это прорыв. Да, по нашему мнению, это очередной прорыв дна в поиске новых глубин. Сюр. Театр абсурда. Называйте, как хотите. Но так люди пытаются убедить себя, что в Мордоре все самое лучшее. Главное, что отечественное. Посмотрим, правда, что они запоют спустя полгода. Это прорыв. Страна в жопе. Но вернемся к нынешней ситуации в РФ. Как бы люди бедно не жили в Скрипоносной, но тем не менее машинами успели обзавестись почти 45 миллионов россиян. А это почти треть населения России. И, как вы понимаете, не все ездят на авто отечественного производства. Вот едут машины. Как много машин, которые делают у нас. Как много там отечественных запчастей. Покажи, пожалуйста. Вот скажите, сколько там запчастей. Чистые чисто наши. Вон машины стоят. Тоже. Сколько их наши. Насколько они наши. Сегодня, после введенных санкций, автомобили подорожали от 20 до 50%. Походила я, посканировала ценники. У меня такой легкий припадок начинается. Слушайте, как давно вот и как часто переоценивают сейчас. Все это началось 24 числа, когда начинается вода. Вы что, ебаные, за такие цены выставлять машины на приоры, блядь. Цены растут каждый день. И если решил купить авто сегодня, лучше так и поступить. Ведь завтра уже можешь покупать новую машинку, только стиральную. Какого х*** эти машины в автосалонах стоят так дорого? Полтора миллиона рублей. На шестнаре это в люкс комплектации, но полтора. За автомобильные ручки отечественного производства полтора миллиона рублей. Мировые концерны ушли из России и заморозили свои поставки на территорию РФ. В конце февраля десятки автогигантов заявили о прекращении производства в России и отгрузки в страну. На российском рынке сформировался физический дефицит автомобилей. Причем речь идет не о новых автомобилях, точнее не только о новых автомобилях, а вообще об автомобилях. Естественно, что дефицит на автомобильном рынке порождает нереальный рост цен на все. Начиная от самих автомобилей, заканчивая любыми деталями, запчастями и маслами. Цены на все, на это выросли просто дико. Поставок из Европы нет. Все, что есть на складе, стоит на стопе. Ничего заказать невозможно, ничего купить невозможно. На имеющиеся запчасти уже взлетели цены. В некоторых магазинах в два раза. Начнем с запчастей. На автомобилях российского производства все начинает отваливаться еще в салоне, до момента покупки. Скоро мы будем радоваться даже вот этому говну. Ну все, я починил. Она уже миллион четыреста двадцать стоит. Надо аккуратненько закрыть, чтобы она не отлетела никуда. Если говорить про запчасти к иномаркам, их будет реально мало. И они будут очень дорогими. Но стоит отметить, что и сроки поставок будут существенно увеличены. И даже пока, если на складах еще что-то осталось, то этого не хватит надолго. С большими проблемами столкнутся владельцы авто, которые стоят от 50 тысяч долларов и выше. На них запчасти будут идти еще дольше и, соответственно, стоить будут еще дороже. Ведь это ограниченный сегмент на рынке России. Владельцы редких, я подчеркиваю, редких дорогих автомобилей столкнутся с большими проблемами, чем владельцы массовых брендов, массовых моделей, которые сейчас есть на рынке. Но главный вопрос сегодня, насколько вообще реально наладить серые поставки в промышленных масштабах. Ведь никто не даст гарантии, что схема будет работать без перебоев или что товар доедет до адресата. Период логистики примерно занимает 2-3 месяца на сегодняшний день. Привезти там десятки деталей и запчасти это одно, привезти тысячи и без перебойных поставлять, это совсем другое. Здесь очень сложный вопрос. Сложный вопрос. Такое российские автолюбители теперь будут слышать часто. Мы уже упоминали про масла для автомобилей. Их нужно менять регулярно. С этим тоже будут проблемы. Ведь до войны развязанной РФ почти все россияне заливали себе в авто масло иностранного производства. Мы сколько ни пробовали российских, даже там расходных материалов и так далее, по качеству ничего нам не подошло. Многие россияне недоумевают, почему и на российское масло так возросли цены. Ведь раньше до санкции оно стоило копейки по сравнению с импортными. И особой популярностью не пользовалось. Русские, вы что делаете? Это наше масло, почему оно такое дорогое? Даже самое дешевое, которое стоило там 800 рублей, теперь будет стоить 2000 рублей. Я просто не понимаю. Меня бомбануло. Так почему же выросла цена? Тут тоже важно понимать, что в этих моторных маслах могут быть привозные ингредиенты или какие-то составляющие. И чтобы их добыть в теперешних реалиях, надо затратить больше сил и средств. Ну и, конечно же, повышенный спрос гонит ценовую планку в небо. Вот почему качество не улучшается, а цена взлетает. Беспокою вас с Иркутска. Как у вас там цены на запчасти? Да? У нас прям что-то задрали, капец, поставщики. Многие автоэксперты настоятельно советуют россиянам пройти техобслуживание, пока есть комплектующие и деньги на это. Ведь уже в ближайшее время и с тем, и с другим будет очень худо. Будет и всплеск угонов, будет и, как раньше, и черный рынок какой-то запчастей, будут и гаражные мастера сейчас процветать, которые я тебе там по-братски подешевле сделаю в своем гараже где-то. В этих же гаражах эти же машины там, если угонят, разберут. К концу года у нас автомобиль можно будет взять в ипотеку. Я абсолютно не шучу. Цена автомобиля будет сопоставима с ценой квартиры, а, возможно, и даже будет превышать. Все завязано в такой мощной стране на иностранное комплектующее. И сегодня Минпромторг уже предлагает разрешить выпускать машины в минимальной комплектации. Что это значит? Отказаться от систем безопасности, от подушки безопасности, антиблокировочной системы, системы стабилизации. Но еще один немаловажный момент. Власти собираются разрешить выпускать авто с двигателями экологического стандарта Евро-2. И это в то время, когда в цивилизованном мире переходит к выпуску авто стандарта, внимание, Евро-7. До этого у нас был стандарт Евро-5, и мы сейчас возвращаемся к Евро-2. Евро-2, ну, то, что вы понимали, это вот чадящий, немящий выхлопом автомобиль. То есть ни о какой экологии мы говорить не можем. Все это делается по одной простой причине. У нас нет собственных сейчас на данный момент комплектующих, чтобы мы могли собирать двигатели, которые бы отвечали стандартам. Так что тут Путин обещание сдержал. Россия твердо и уверенно возвращается в Савок. Сами граждане предложили. О безопасности на дорогах тоже стоит забыть. Возрастет количество аварий. Ведь все, без исключения авто в России, будут ремонтироваться БУ, либо же неоригинальными деталями. Автомобили подорожают. Они, те люди, которые не смогут более-менее приличный автомобиль, начнут покупать вообще абсолютный хлам, который должен был быть утилизирован. В результате это все приведет, во-первых, к резкому ухудшению как безопасности на дорогах, так и вообще в целом резкому ухудшению положения автомобилистов. На рынке сейчас нет стабильности ни с ценами на машины, ни с ценами на запчасти. Сейчас вообще непонятно, стоит ли ездить на собственном авто. По факту полная дестабилизация автомобильной индустрии даже, не просто рынка, а автомобильной индустрии. Страховые полюсы, которые вырастут в стоимости, люди просто перестанут покупать. А кредиты на авто выдаваться, скорее всего, не будут. Ведь банки понимают, что население России стало неплатежеспособным. А люди, не уверенные, в завтрашнем дне скорее заплатят за более нужные для них вещи – коммуналку и еду. Сейчас во многом себе приходится отказывать. К примеру, надо и машину отремонтировать. Уже не хватает денег, потому что надо задуматься, чтобы деньги были еще на продукты питания, на квартиру. Цены на товары и услуги в Белгородской области выросли более чем на 7% всего за один месяц. В последний раз подобное было почти четверть века назад, в конце 90-х. Таковы последствия санкции мартовского ослабления рубля. И вот тут уже пора бы народу России задуматься наконец-то и спросить – стоп, а куда мы движемся? Ведь очевидно, что у главного рулевого точно отказали тормоза. И на огромной скорости вместе с ним в кювет несется вся страна. Кто выживет после автокатастрофы – непонятно. Но то, что в любом случае пострадают все – факт неоспоримый и очевидный. Мне вот никогда так стыдно не было за свою страну, как вот за эти последние 10-15 лет. А я прожил уже, ну, в этой стране, считай, полвека прожил. И я такого пи***ца, простите за мой французский, нигде не видел. Так что либо выпрыгивайте из этого адского авто и боритесь за свою страну, либо пристегните ремни покрепче и летите вместе со своим кровавым тираном в пропасть, из которой уже явно никому не выбраться. Продолжение следует...